всем привет что в этом месяце поделились с нами разработчики движка это во первых инстаде форм компонент компонент деформации машины с одной стороны вроде как интересно и веселое с другой стороны слишком некрасиво выглядит особенно при максимальных повреждениях давайте взглянем что это вообще такое вроде автомобиль когда у него что-то падает здесь как будто бы не существует вообще никаких структур ломания так скажем данных штуковин она прям максимально гнется эта машина то есть здесь деформация идет по высотам которая просто изгибает наш автомобиль и здесь все то же самое каждый элемент если мы будем врезаться какие-то другие до части здесь автомобиля грузового ничего не случилось здесь хотя я врезался прямой частью помята только почему-то больше левая сторона там кто-то дрифтит крутые чувачки так это принципе можно использовать но не при максимальных значениях такие деформации отвратительно выглядят второе это вилл вест-сити город таком диком западе веселенький красивый давайте взглянем на него если полетать здесь вот такие вот модельки имеются так внутри ничего нету как минимум церкви ну и в помещениях скорее сюда тоже так но только внешний вид создавать можно конструировать что-то вдалеке симпатичненькая давайте перейдем на основную карту здесь у нас церквушка вода башня еще почему две вода башни ладно вот такой вот салон пустой я не знаю зачем делать такого такие маленькие помещения дома но если даже представить персонажа здесь поставили его то есть буквально два персонажа и все и комната кончается но такое не 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 очень-то решение по размерам так что у этих элементы не на ней цельные или это у нас нет статик между полный то есть детально если вы хотите что-то делать вырезать здесь допустим из этого прям свое так скажем средство перемещения здесь надо будет в редакторе вырезать так что-то он ругается скорее всего из-за того что много объекта соединена точнее ассета вот и начинает ругаться в общем здесь они парят кружится здесь ничего не происходит но кроме эффект эффектов дыма и огня может быть третье это у нас в fx tools любит ninja в общем дымы разного вида какие хотите настраивания тут жесткая система такая включена полный экран так здесь он показывает какие виды дымов можно создать и небольшие это информации здесь конфигурация здесь что можно настроить то есть выбираем текстуры определенно можно настроить выбрать виды дымов давайте что-нибудь такое вот буковкой н еще она закручивает вот в таком виде то есть здесь несколькими видами можно под настраивать все это с одной стороны симпатичный к с другой надо очень много сидеть ковыряться в настройках то есть видите да здесь смещение по векторам здесь так скажем скорости вихрени и ну и всякие другие нюансы которые здесь можно принципе поднастроить цветовые характеристики ну в общем поковыряете посмотрите что есть интересного очень много видов всякие логотипы можно делать свои то есть вот рисуете буковки какие-нибудь и добавлять туда эффект окей давайте перейдем дальше теперь у нас есть еще четвертый это такая адвенчура небольшая очень интересная с этих берите много всяких штуковин которые можно взять для своих игр и то есть поковырять в принципе можно он давайте откроем ее как это писи знаете быстренько фильтр добавим уровне чтобы было проще давайте сначала карту ты пробежимся совсем быстренько то есть здесь у нас такие вот диалоговые какие-то значения до определенного вида то есть можно сделать с персонажами какие-то действия определенного вида также диалоговые окна какие-то определенные выдачи информации или же предметов вариативность вот такие вот синематики при общении уже практически настроена вам лишь остается заменить свои модельки так ну давайте более-менее какие-то интересные пробежимся ну типа вот вхождение в дверь загрузка определенная сейчас мы на основной карте это принципе посмотрим так здесь у нас что какие-то действия с бочкой и так далее можем уломать можем вскрывать это так скажем небольшой утик такой давайте возьмем какой-то предмет можем использовать его на чем-то взять эти уже готовые предметы использовать на костре и допустим давайте вот пожарим рыбку окей рыбка у нас готово также можно монета брать бутылки ну то есть просто подбор предметов в принципе можете такой же сделать давайте возьмем это шляпу шляпу должны так и части топора а также можно сделать здесь совмещение предметов и у нас получается уже готовый топор определенные диалоговые так скажем записочки сейфы в виде цифр когда то есть можно настроить то есть если мы вводим красное неверно зеленое верно мы открыли взяли все необходимое такие вот небольшие загадки виде получается это пятнашки игры можно составлять ну да но случайно как это некорректно но принципе можно поиграть так берем сейчас основную карту давайте быстренько тоже по ней пробежимся это то же самое только лишь уже во внешнем так скажем виде да то есть можно какие-то действия выполнять заходить вот кстати сейчас загрузка другого уровня будет происходить это совсем другой уровень то есть он предварительно загрузился стриминг динь-динь-динь персонаж вышел отлично и здесь показывается диалога окно скорее всего здесь что-то можно приобрести у него будет так да может быть может быть я когда-нибудь вернусь в общем вот такие вот интересные вещички как видите да вот предмет что здесь есть вот тот рычаг который мы нажимали давайте откроем blueprint посмотрим что здесь стар диалог секенс почему-то переключение что-то делает но видимо куда-то и нумерации переключает но непонятно куда так далее у нас есть а rpg темплейт да вещичка кстати интересненькая можете даже забацать небольшую игрушку по поводу этого здесь система ходов так скажем персонажа просчитана так нам нужно зайти сюда давайте включим уровни быстрее найти можно так я зайду персонажи бегут и появляются вот такие вот ячейки в которых враги то есть мы выбираем персонажа видите да вот когда переставляем куда-то в определенное место показывает красные ячейки куда он будет бить то есть вы должны выставить более менее правильное действие куда ему бить вот допустим сейчас он четырех персонажей повредит окей у второго давайте вот эти три будет самое эффективное действие нажимаем атаку и вот мы практически как говорится завалили всех сейчас кстати противники будут перри тасовываться то есть они поменяют места вот и теперь нам надо также выполнять другие действия допустим да вот можно вот так выставить а этот ну давайте вот так и быстро чтобы по всем ударить и мы практически в два хода их замочили когда я играл так скажем уже в первый раз здесь появился босс получилось так что я за три удара делал это все так я даже не знаю вот наверное я сделаю вот так и у второго соответственно прямо на босс атаку давайте посмотрим как это он делает вещевая вещичка конечно можно побаловаться даже интересно поиграть так 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 давайте по боссу будем бить потому что у него больше интересно кстати есть ли какая-то определенная а кстати упали эти да я не заметил что то если определенное какое-то действие допустим видите линия линия показывает центр крайние давайте вот так выставим ну нет надо по боссу бить потому что у него намного больше восемнадцать восемнадцать да кстати есть определенная разница в прошлый раз вроде больше чем восемнадцать ударил так атака но я думаю я не доживу до следующего следующего да и почему-то игра не закончилась это очень очень непонятно в общем разработчики так и не допелили ее и соответственно да выбивает ошибку говорю веселая игрушечка можно состряпать так следующее у нас это автомобили вполне достойного внешний вид но не прям шикарные видно очень много косяков вот допустим вот здесь скругление видите да вот когда свет падает он вот здесь вот не не совсем ровно идет то есть есть нюансы по неровностям автомобиля но так в принципе если у вас не особо качественно выглядит игра можно использовать здесь у нас для VR очков необходимы какие-то дополнения то есть если вы допустим разрабатывали VR и у вас не получается какие-то действия перемещения и так далее здесь прям показывается некоторые решения проблем так что обязательно берите если у вас VR шлем есть MetaHuman плагин это прям то что все сейчас прям используют глобально я хотел бы тоже поковыряться но скорее всего вроде как здесь необходим айфон но у меня нет айфона то есть здесь можно в принципе из модельки состряпать так скажем персонажа да снять скан допустим своего лица закинуть его здесь и сделать анимации вот как допустим вот здесь как раз таки и сделали это прям скан видите очень много треугольников делают потом rig и можно делать анимации лицевые следующее макс кью спейс white тукинг ну короче нюансы такие что показывает как какие-то инструменты короче взаимодействие с космическими объектами если делаете игру для космоса такого где у вас присутствует космос возможно она вам пригодится в общем решает какие-то проблемы здесь у нас эффект пишущей машинки всем советую сразу взять те же самые диалоговые окна вы можете пробивать данным текстом почему 11 отзывов так мало я предполагаю что не все взяли не все понимают для чего это что можно сделать из-за него буковки появляется можно на каждой буковку скорее всего звук наложить но это надо смотреть платформа фанкшн не совсем нужное но может быть кому-то пригодится вы можете вывести вот такие вот определенные ноды да то есть это какой элемент у вас управление аудио там допустим ваш процессор бренд нейм да почему-то здесь коряво как-то отработал пробел отработал количество процессоров там допустим графический название графического соответственно сколько у вас мониторов какой главный монитор какой второстепенный то есть такие вот нюансики чисто для информации скорее всего в игре может а кстати может и в игре можно применить его грилл дисфо анрил давайте это сделаем переводик поддержка распределенного интерактивного моделирования в общем есть такая штука как open dis она используется так скажем большей части военными для интерактивного моделирования объектов но что данная штука делает я конечно не знаю но можно будет попробовать конечно не знаю что что же она даст нам что она сможет внести в наши движки такого что нам необходимо может быть так здесь чисто видите по нодам явно не какое-то моделирование хотя есть локации xyz возможно расстановка ultimate window police в общем это такой плагин который нам допустим вы забыли нажать то есть забыли поставить виджет на закрытие игры и персонаж человек играющий за персонажа в вашей игре решил просто сразу закрыть alt f4 и соответственно если вы ставили этот плагин вам возникнет вот такое вот окно ну или похоже что то то есть возможно там надо настраивать вот такие вот ноги ноды управления данным плагином то есть если вы их поставите здесь здесь соответственно либо выйдет либо не выйдет данная икра catch light плагин плагин управления освещением объемным вроде бы да объемным освещением он разработается японцами судя по иероглифам что он из себя представляет сложно сказать надо смотреть с объемными так скажем освещениями я не особо работал вот очень необходимый плагин онлайн конфиг сервис то есть если у вас онлайн игрушка и вы хотите допустим сделать какие-то обновления для своей игры вы должны подключить этот плагин и соответственно если у вас нету допустим какого-то допустим если вы не в стиме еще где-нибудь да просто выставили бесплатно где-нибудь вы можете его включить и у человека появится так скажем сообщение то что вы там обновили но если вы все правильно настроите там редирект на свой сайт на ссылку о данной игре допустим в общем нюансики такие можно вот составить конфигурацию там апдейта так но это у нас учебные проекты здесь вы можете посмотреть как освещение делать с помощью с добавлением hdr и так далее в общем нюансики такие ретрейсинг ретрейсинг то же самое обучение показывает как делали ретрейсинг можете посмотреть какие использовали настройки ретрейсинг здесь у нас демонстрация анимаций для искусственного интеллекта причем для геймплей дизайнеров почему-то очень интересно посмотреть что здесь с деревом и что она из себя представляет в общем скудный конечно на этот месяц подарок от разработчиков но все же можно забрать и что-то может когда-нибудь да пригодится но те которые необходимы я вам стопроцентно уже показывал да то есть пишущая машинка стопроцентно машинки стопроцентно хоть где-нибудь да они пригодятся вам на заднем фоне можно понаставить и какая-нибудь вот онлайн сервис конфигурации а на этом все до скорой встречи друзья всем пока